На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Как преодолеть кризис среднего возраста взрослого человека? В нашей жизни есть несколько критических точек, которые можно назвать кризисными. Само слово «кризис» греческо обозначает суд, но в христианском понимании это разные возрастные периоды. Они как суд человека над самим собой должны рассматриваться. В каком плане как суд? Человек должен просто сверить часы. Вот он прожил определенное время на земле. Прошло детство, прошла юность, прошло средний возраст, зрелое время. И для того, чтобы перейти в следующий этап своей жизни, наверное, необходимо подвести какую-то черту. Вот это и есть тот кризис, когда мы и психологически, и физиологически перестраиваемся уже на другой этап жизни. Если в молодости, допустим, время особого генетического состояния, всплеска на всех уровнях, продолжение рода или потомства. Дальше идет период уже такого зрелого становления человека. Приходит или должна приходить мудрость к человеку. И вот на этом этапе, что мы называем зрелый возраст, человек тоже должен остановиться. Потому что кризис это определенная команда стоп. Вот я должен остановиться и посмотреть назад. То есть ретроспективно оценить свои предыдущие годы. Что я сделал. Что я сделал правильно, а что я сделал неправильно. С точки зрения, ну, если мы говорим о христианстве, то, конечно, с точки зрения священного писания. Следует также сказать, что мы вообще вот эту практику анализа своей жизни используем ежедневно. У нас есть вечерние молитвы и в конце, крайняя молитва, исповедуй тебе Господу Богу моему. Вот тогда мы должны подвести определенную черту, чтобы посмотреть, что мы сделали не так в течение этого дня. В течение года есть Великий пост, есть другие посты, но особенно, конечно, Великий пост. Время особого покаяния. Покаяние в каком плане? Покаяние в том смысле, что мы должны осмыслить и найти, не просто по верхам пройтись, а найти вот те наши глубинные страсти, которые мешают нам жить. И постараться от них избавиться. Вот это самое главное. Если мы не анализируем свою собственную жизнь, то мы не можем двигаться дальше. Ну, это не то, что только для нашей жизни, для любого социального и технического состояния даже необходимо. Вот транспортное средство, вот проходит техосмотр. Приходит время, когда мы проверяем, в каком состоянии он находится. И если оно в критическом состоянии, то есть он прошел свой суд, свой кризис, и оно не подлежит эксплуатации, потому что оно аварийно. Его не пускают на дорогу. Почему? Потому что мало того, что водитель может пострадать, и окружающие могут пострадать. Вот примерно так же происходит и в нашей жизни. Приходит то время, оно может быть глобальным, конечно, глобальное это конечная точка нашей жизни. Но вот есть какие-то серединные моменты, когда мы должны проанализировать, как мы живем, что мы делаем так, а что не так. Есть те грехи, которые мы совершаем ежедневно. Мы, она как пыль. Мы понимаем, что это делать нельзя, и мы как-то стараемся все-таки удержаться от них. Но порой она как грязь или как пыль просто должна сметаться или смываться. Есть те, которые называются страстями, которые глубинно проникли в нашу жизнь и вот на самом деле являются корнями вот тех грехов, которые, так сказать, наверху находятся. Вот их нужно стараться вырывать. И вот когда приходит этот период, кризис, так сказать, современным языком этого среднего возраста, мы должны понять, что мы сделали не так. И отсюда должны быть, ну, совершенно другие, как следствие поступки. Не такие, как у нас часто оправдывается этим кризисом. Люди там женятся второй раз, там заводят другие семьи, второй, третий, там до бесконечности. Потому что там ту жена молодая, не нужна уже. Зачем она износилась? Надо помоложе. То есть своя износилась, ту жена уже помоложе. Или муж, наобучем, уже престарелый, нужно там найти. Вот кризис среднего возраста. Это не кризис среднего возраста. Это буйство страстей. Потому что кризис как раз будет тогда, когда ты поймешь, что ты в течение своей жизни не уделил того должного внимания своей жене, своим детям, которые должен был сделать. В свободное время, в рабочее время. То есть ты должен понять и устранить вот эти моменты. Вот что должен быть. Жена дается или муж дается в христианской традиции один раз. Второй брак, он возможен в случае вдовства. Но не потому, что мы должны найти себе помоложе кого-то. Это не христианская традиция. Вот два вплоть едино. Это единое тело. И очень важно задуматься над этим вопросом. Господь сказал, два вплоть едино. Это единый, детовоиспроизводственный организм получается. И как ты часть себя отрежешь, выброзишь и пришлось тебе помоложе? Ну, это возможно, конечно, как мы видим в нашей жизни. Но на духовном уровне это неправильно. С точки зрения христианской жизни это неправильно. Поэтому кризис, он в первую очередь, конечно, должен происходить в нашем уме и в нашем сердце. С точки зрения оценки суда над самим собой. И с точки зрения того, что я дальше свою жизнь должен строить с учетом вот тех своих огрешностей, всех неправильных поступков, которые я должен устранить. И вот искоренение тех страстей, которые есть. Вот это вот и есть. За кризисом, за этим суда, что должно быть? Исцеление. А не большее заболевание. Потому что страсть, ведь она такая штука, что чем ты больше ее кормишь, тем она становится сильнее. И если ты один раз поменял, проходит время, ты будешь менять и второй, и третий. Вполне возможно. Мы знаем примеры этому в достаточном количестве. Поэтому нам нужно бороться со страстями, а не с тем, чтобы мы формально пытались как-то себя реанимировать и омолодить. Это не путь к исцелению. Поскольку я сказал это слово, исцеление, то важно, наверное, раскрыть его смысл. Потому что в христианском понимании исцеление — это сделать человека целостным. То есть исцелить человека, его объединить. И вот когда мы говорим о том, что кризис среднего возраста, как и другие кризисы в жизни человека, происходят периоды, которые разрывают человека на части. Такая метущаяся душа, как в басне «Лебедь, рак и щука». Это не разрывает этого человека. И вот исцеление — это восстановление человека в то состояние, в котором он должен быть перед Богом. В единое целостное состояние. Это целостное состояние, на языке физики, называется атомом. Неделимое. Отсюда томос — это отделение, и атомос — неделимое. Вот это вот состояние человека исцеленного. Атомос. То есть неделимый. На латинском это «individuum». «In» и «individere deli». То есть неделимое, единое целое. Вот к этому состоянию все эти кризисы должны приводить человека. То есть он, видя раздробленность, разрозненность своих духовных, телесных сил, должен их систематизировать, объединять с Божьей помощью, приводить себя в то неделимое состояние, когда этих разрывов не будет. А не усугублять этот процесс, не дробить себя на еще большие части. Потому что вот это дробление является и называется смертью. Не приводить себя в состояние смерти, а наоборот, приводить себя в состояние исцеления. Единое целостное. Поэтому вот эти все кризисы нужно преодолевать с Божьей помощью и понимать, для чего они Богом даются. Для того, чтобы оценить всю свою жизнь, сделать выводы и попытаться вернуть себя в то состояние, которое будет благоприятно перед Богом для той дальнейшей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok